Есть такое выражение Ядерная триада Что это такое? У нас, конечно, нет ядерного оружия в Израиле Но профессионалы и знания имеются Ядерная триада Как наш консультант по ядерным вопросам Евгений сказал Это возможность увидеть ядерные возможности в земле, в воде и в воздухе Есть страны, у которых есть ядерное оружие, но у них нет этих трех возможностей Есть огромные страны, у которых есть эти три составляющие В ассоциации, в параллели Ядерной триаде Мы можем сопоставить три основных праздника, которые Господь заповедовал нам исполнять Это праздник труп, это День искупления и Суккот И каждый раз мы видим в той или иной степени Эти три составляющие, которые говорят к нам в различных направлениях Ядерная триада, это не всегда то, что нужно использовать Но запугать ей можно Или сделать представление, что у страны имеющей ядерную триаду есть огромная защита Кто следит за новостями Возможно, вы видели, что Зеленский сказал Байдену Или вы принимаете нас в НАТО Или мы опять себе сделаем ядерное оружие Он говорит, что у нас есть из чего сделать материал И у нас есть профессионалы, которые могут это сделать Почему он два года назад эту гениальную идею не получил Это вообще непонятно И я сейчас не говорю ни про Украину, ни про Россию, ни про какие-то другие страны Я говорю про силу этого материала Если мы смотрим в Священных Писаниях Праздник Труп Или мы говорим, называем его Роша Шана Или День Искупления Когда в древние дни весь народ действительно был в страхе и трепете Или когда в Суккот изливалась милость с небес Это очень сильная вещь И Бог говорит Это не ваши праздники Это мои даты, это мои праздники И если мы заставляем наш разум, наши мысли Направиться в направлении Бога А не дома, машины, дополнительного заработка Тогда мы погружаемся в его величие И мы можем прикоснуться, узнать и познать его глубоко И когда Бог сотворил жену, Еву, Адаму Он сказал, что Адам познал жену свою Еву Слово лада, познал, это что-то близкое, глубокое, интимное И мы можем познать Бога Бог говорит, приблизьтесь ко мне Мы сами не можем Сами мы не можем У вас есть Мессия Через него приблизьтесь ко мне И прочувствуйте И познайте меня Давайте мы поговорим про Божью Триаду В ней написано в Левите 23 главе И также в числах 23 главе Когда Израиль должен был принести жертвы ходатайства за все народы мира Но я хочу поговорить о Божьей Триаде Из книги Иоэля 2 главы Книга Иоэля 2 глава Мы будем читать всю главу У нас сегодня будет больше чтения Чем разговоров И пусть Бог даст каждому свои собственные ассоциации И когда я вижу первые 11 стихов Особенно когда начинается Ваструбите трубу на Сионе Для меня это праздник труб И потом когда 12-13 стих В Иоэле написано Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте Плачьте и рыдания Раздирайте сердца ваши Это говорится про день искупления Про пост И когда мы начинаем читать с 18 стиха Тут написано по-другому В 18 на русском написано Что он возревнует Господь А на еврейском Что он принесет милость народу своему Давайте посмотрим каждый стих по отдельности Я начинаю читать с первого стиха Каждый откройте на своем языке Иоэль вторая глава Вы читаете на белорусском или на русском? Молодцы Они на белорусском читают Нет на белорусском Как чуется так и пишется Это так? Нет по-украински там всякие Точечки две По-белорусскому как Тудой-сюдой И все нормально Слыха Зе ая лану каже Ассиха белорусит Зе акуль алатапуа хадама Заколь беседа Не надо переводить Трубите в шофар на Сионе И бейте тревогу на святой горе моей Да трепещут все жители земли Ибо наступает день Господень Ибо он близок День тьмы и мрака День облачный и туманный Как утренняя заря Распространяется по горам Народ многочисленный и сильный Такого не бывало от века И после того не будет в роды родов Перед ним пожирает огонь А за ним палит пламя Перед ним земля как сад Эдемский А позади него будет опустошенная степь И никому не будет спасения от него Вид его как вид коней И скачут они как всадники Скачут по вершинам гор Как бы со стуком колес Как бы скачут Как бы Как бы с треском огненного пламени Пожирающего солому Как сильный народ Выстроенный в битве При виде его затрепещут народы У всех лица побледнеют Как борцы бегут они И как храбрые воины Влезают на стены И каждый идет своею дорогою И не сбивается с путей своих Не давят друг друга Каждый идет свою стезею И падают на копья Но остаются невредимы Бегают как по городу Поднимаются на стены Влезают на дома Входят в окна как вор Перед ними потрясется земля Поколеблется небо Солнце и луна Помрачатся И звезды потеряют свой свет И Господь даст глаз своим Свой предвоинством своим Ибо весьма многочислено полчище его И могущественен исполнитель слова его Ибо велик день Господень И весьма страшен И кто выдержит его Много лет назад Когда мои большие дети были еще маленькие Учительница Эли Ширы и Эли Рами Я не помню Кого из них Пришла к нам домой Познакомиться с нами родителями Я не знаю как Но мы начали говорить Про день Господень Есть такое мнение Что когда говорят про день Господень Это прекрасный день Солнышко светит Цветы цветут Все очень красиво Я ей цитату Что день Господень Это тьма и туман И она об этом знала Она говорит Да, но очень мало людей Понимают это Потому что когда приходит Суд от Бога Для небольшого количества людей Это действительно свет и спасение А для других это страх и ужас Это туман и тьма И если мы будем смотреть На эти места Писания Зависит от нашей силы фантазии Это могут быть ангелы И воинство Господне Что-то очень духовное Но если мы не такие духовные Мы видим здесь Современную армию С танками, самолетами И высоченными технологиями Которая атакует и атакует И да, Бог использует эту армию Как свою И очень сложно понять Про какие дни Пророчествуют Иоэль Возможно это про времена Антихриста И той войны Которая должна будет Произойти в долине Мегидо Беглял Зе Шеломи и Габриэла Гарим шам И они кну Мцелема яфа Поэтому Шеломи и Габриэла Решили там жить И купили хорошую камеру Они будут сидеть И все это снимать Но про антихриста И про битву В долине Мегидо Написано в Откровении В шестнадцатой главе Лично я Вы не обязаны Это делать Я думаю Что эти вещи Произошли уже Много лет назад Возможно Что эта картина Иоэль Медабер Аль Милхамот Арукот Твах Шел Гог Вемагог Габарит Про Долгосрочную Войну Гога и Магога А об этом Написано Уже в другом месте В Откровении Двадцатой главе Четыре Главы Спустя После того Как было написано Про антихриста Очень сложно Понять Где мы Происходят Одна за другой Как по спирали Они возвращаются По этому Колесу Времени И если мы видим Что Господь Поверил нам Свои праздники Праздновать Каждый год Не в зависимости От того Произошло Это или нет То точно Здесь нам Говорится Послание Личное Для нас Пусть вы И ваши сердца Будут готовы И если это Пророческое Слово То каждый год Когда мы Приближаемся К празднику Нам нужно Немножечко Копать Поглубже И копать Не только В священных Писаниях Но также В нашей душе И также Очень часто Об этом написано В Новом Завете Не спите Бодрствуйте В Советском Союзе Говорили Не спи Замерзнешь Как на англиске Перевести Не спи Замерзнешь Ивша Кен Абол Зе Бедийук Тергам Зе Бедийук Абол Кована Кше Им Абол Бесар Велох Абол Абол Немяса Нем Риба Абол 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 Магив Ле Шум Довар Абол 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 Натаним Леха Абол Абол И когда ты Ну здесь Дословный перевод Не очень понятный Но когда ты Ни рыба Ни мяса И ты просто Ешь То Чем тебя Кормят То ты В конце концов Духовно Заснешь И умрешь Очень важно Особенно Во время Праздника Спрашивать У Бога Господь Отец Покажи мне В каком месте Я Нахожусь Где я грешу И что нужно исправить Где мне нужно Бежать Как Шауль Который Говорит Я бегу Как на аресталище Для того Чтобы получить Награду Приготовленную Для меня Когда Приходит Проблема Обычный Нормативный Человек Ищет Что он Сделал Не так Я так Делаю Сразу С кем Я поссорился Кому Не простил Кто Еще Так Делает Что я сделал Неправильно Очень важно Перепроверять Себя Или сказать Господь Очисти Мои Глаза Помните Что в Откровении Ишуа Говорит Целой Общине Купи у меня Глазную Мась Синтамицин Если у тебя Есть Если у тебя Есть Воспаление Глаз То возьми Синтамицин Но Лучше Купить Мась Про которую Говорил Бог Потому что Она Может Исцелить Итяжесть Которая У нас На сердце Освободить Нас От Идолов И От Неправильного В нашей Жизни Чтобы Мы Истинное Положение Вещей Увидели Более Ясно Мы Помним Примеры Со Священных Писаний У Гезии Было Воспаление Глаз И он Ничего Не Видел Когда Пророк Почистил Ему Глаза Он Вдруг Увидел Армию Из Ангелов То же Самое Ишу Говорил Своим Ученикам Идите За Мною Вы Увидите Как Ангел Служат Сыну Человеческому Это Время Когда Мы Должны Сказать Господь Позволь Нам Видеть Потому Что В мире Растет Напряженность Лжи И Мы Должны Увидеть Разглядеть Истину Потому Что Говорят Стойте За Истину Истина Сделает Вас Свободными Нам Нужно Измениться Очень Важно Измениться Не Только В Скромности Сказать Да Я Ошибся Извини Я Ошибся Продолжим Не Просто Признаться А Измениться Поэтому В Йом Кипур Читают Из Пророка Ионы Нинева Нинева Этот Великий Пример Город Ниневи Они Зухри Они Шаму Коль Неви Помните Помните Они Услышали Голос Пророка На Иврите А Иврит Они Не Знали Но Они Услышали Прислушались Его Голосу Мила Обитой Кацар Я Доме Ле Машем Дибруш А А Шур И Только Возможно Какое-то Слово Было Похожее На То На Язык На Котором Они Говорили На Сирийском Покайтесь Они Очень Много Не Поняли Потому Что Пророк Иона Не Закончил Не Владел Языками Не Закончил Бар-Иландский Университет Он Говорил На Иврите И Не Сильно Хотел Чтобы Они Поняли Но Они Поняли Потому Что Дух Святой Работал Там А Когда Дух Святой Работает Ты Не Возвращаешься В То Место Где Ты Был И В Пророк Иона Написано Что Всяки От Малого До Большого Сняли Свою Одежду Надели На Себя В Ретище Покрыли Свои Головы Пеплом И Плакали Покаялись И Изменились Когда Я думаю Про Праздник Труп Я думаю Про Великих В нашей Стране Я говорю Про Правительство Про Наших Лидеров И Нам Очень Важно Именно Нам Лалех И Мецвва Шо Омерет Титпалелу Овурам Шегам Им И И И И Народ Удана Малиться За Своих Лидеров Чтобы И Они Действовали С Открытыми Глазами Потому Что Если Ты Лично Ищешь Бога А твои Лидеры Ведут Тебя В Грязь То Все Окажутся В Грязи Это Призвание Для Всех Нас Молиться За Наших Лидеров Говорю Про Божью Триаду И Про То Как Мы Можем Использовать В Эти Непростые Очень Сложные Дни Которые Мы Проходим Сердце Глаза Изменения И Молитва За Других Я буду Читать Сейчас С 12 Стих По 17 Я вижу Что Здесь Говорится Про Процесс Дня Искупления Сегодня В нашем Народе Все Жертвы С Тем Что Крутят Курицу Над Головой Нужно Прочитать Огромное Количество Текста Литургии Из Которые 80% Нармативный Человек Не Понимает Что Там Написано И Тогда Народ Говорит Хорошо Мы Послушаем Кантера Скажем Амин И Бог Дас Нам Три Выходных Как В Израиле Получает Три Дня Выходных Ты Звонишь Врачу Говоришь У меня Такая Слабость Головокружения Не Понимаю Что Это Дай мне Пожалуйста Три Больничных А Врач Даже Не Спорит С тобой Только Спрашивает Точно Три Может Четыре Но Но К Богу Так Не Приходят Нужно Понять Почему Ты Приходишь К Нему Я Еще раз Возвращаюсь К словам Шауля Если Ты Спишь То Проснись Если Ты Заснул Выпей Кофе 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 Пили В то Время Или Нет Они Батуах Им Шату Яй Им Шату Гам Кофе Они Курим Пасук Штем Сре Двенадцатый стих Но И Ныне Еще Говорит Господь Обратитесь Ко Мне Всем Сердцем Своим В Посте Плаче И Рыданий Раздирайте Сердца Ваши А не Одежды Ваши И Обратитесь Господу Богу Вашему Ибо Он Благ И Милосерд Долготерпелив Многомилостив И сожалеет О бедствии Кто знает Не сжалится Ли Он И не Оставит Ли Благословения Хлебного Приношения И Возлияния Господу Богу Вашему Вострубите Трубою На Сионе Назначьте Пост И Объявите Торжественное Собрание Соберите Народ Созовите Собрание Пригласите Старцев Соберите Молодежь Эй Молодежь И Грудых Младенцев И Пусть Выйдет Жених Из Чертога Своего И Невеста Из Своей Горницы Между Притвором И Жертвенником Доплачут Священники Служители Господни И Говорят Рахем На Алейну Рахем На Алейну Рахем Аля Меха Рахем Аля Меха Аль Тишках Эт Ам Шелха Пощади Господи Не забудь Народу Твоего Не Придавай Наследие Твоего На Поругание Чтобы Не Издевались Над Ним Народы Для Чего Говорить Будет Между Народами Где Бог Их Естественно Иоэль Писал Эти Слова До Того Как Пришел Ишуа И Каждый Раз Еврейский Народ На День Искупления Ждал Примет Ли Бог Наши Жертвы Или Не Примет Прощение Выйдет Ли Великий Первосвященник Из Святого Святых Живой Или Нужно Будет Его За Ногу Привязанную Вытаскивать Если Ленты Как Ленты Бонок Не 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 Станет Белые Красные Ленты Или Останутся Красными Но Акшав Ахарей Ше Ишуа Квар Регия После того Как Ишуа Уже Пришел После того Как Он Умер За Наши Грехи После того Как Он Воскрес Из Мертвых После Как Он Заключил С Нами Новый Завет Как Написано В Книге Иеремии 31 Главы В Эти Дни Я Заключу Новый Завет Не Воспомяну Ваших Грехов В Каждый раз Каждый раз Когда вы будете Приходить ко мне С этой Жертвой Я Памилую вас Я Очищу вас Я помогу вам И На этой Точке Я Хочу Опять Вернуться К той Мысли Которую Передал Вовремя Того Когда мы Поднимали Тору Если мы Будем Делать Все Правильно Но у нас Нет Личного Познания Бога Это Религия Это Литургика Это Какие-то Попытки Прийти К небесам Потому что Каждый раз И в Поиске Моше И в Поиске Пророка Или Говорили То же Самое Дай Не Познать Тебя По-другому Я готов Умереть Вдруг Это Жажда Приходит И Так же Ешуа Говорит Те же Слова Я Познал Тебя Я Передал Им Это Откровение Я Посылаю Святого Духа Если Мы Говорим Дай мне Господь Узнать Тебя Это Он Позволяет Нам Узнать Его Как Написано Кто Взошел На Небеса Для Того Чтобы Свистеть Оттуда Слово Божье Почему Вы Ищите Так Высоко Так Далеко Это Те Слова Которые Бог Сейчас Обращается К Народу Израиль Почему Вы Медитации Во всех Восточных Практиках Ваши Ответы Вот Тора Вот Маши И Вот Жертва За Вас Откройте Ваши Сердца И Примите Ее Она Очень Доступна Только Позовите Только Попросите Мы Сейчас Перейдем К Последней Части Ивы Иля Второй Главы С 18 С Здесь Мне Кажется Описывается Описание Праздника Суккот И Возможно Я говорю Расширенно Но Кто Ищет Услышит Правильные Слова Для Себя Восемнадцатые Девятнадцатые Стихи И Тогда Возревнует Господь О земле Своей Пощадит Народ Свой И Ответит Господь И Скажет Народу Своему Вот Я Пошлю Вам Хлеб И Вино И И Будет Насыщаться И И Более Не Отдам Вас На Поругание Народом Когда Я Готовил Эту Проповедь Я Получил Такую Мысль Особенно Молодежи Хочу Сказать Когда Ты Молод Ты Пытаешься Прорваться И Стать На Более Высокое Место Это Очень Правильно Но Иногда Особенно В Отношении Современного Мира Когда Тебе Побуждают Больше И Больше И Ты Больше Бежишь Вдруг Ты Чувствуешь Себя Пустошенным Как Будто Я Пытаюсь И Меня Не Получается И Здесь Есть Люди Которые Старше Меня И Знают Больше Меня И Согласятся С Тем Что Я Скажу Сейчас Когда Ты Подходишь К Определенному Возрасту Ты Уже Понимаешь Не Нужно Нет Надобности Еще Больше Бежать Можно Успокоиться То Что Тебе Положено Бог Тебе Даст Один Парень Друз Друз Мне Сказал Я Помню Это То Что Он Сказал Уже Много Лет Мы Были С Несколькими Друзьями В Ософии У Друза Кто Знает Друзскую Деревню Ософия Мы Там Сели В Одно К Попить Кофе Он Только Открыл Это Место И Было Уже 12 Или Час Я Спросила Слушай А как Ты Так Открываешь Поздно У тебя Здесь Кафе Тебе Нужно Чтобы Уже Все Кипело Работало Он Говорит Не переживай То Что Бог Мне Приготовил Получить Сегодня Я И так Получу И те Которые Более Старше Они Это Знают Потому Что Если Как Написано Что Он О Каждой Птице Заботится То Он Позаботится И о Нас Тоже Но Нужно Свои Глаза Держать На Нем И Тогда Не Нужно Лениться Но Также И Не Нужно Бежать Без Остановки Есть Очень Хорошее Выражение В Книге Михея Михей Четвертая Глава Четвертый Стих Давайте Мы На Суккот Получим Это Как Обещание Для Нас Кан Катув Но Каждый Каждый Колехад Но Каждый Будет Сидеть Под Своей Лозой И Под Своей Смоковницей И Никто Не Будет Острашать И Ибо Уста Господа Цаваота Изрекли Это Кто Хочет Принять Это Обещание Давайте Мы Поднимем Наши Руки Это Не Обязательно Что У тебя Будет Виноградник Или Фиговая Роща Но Это То Что Бог Даст Тебе Удовлетворение То Что Положено Тебе Я Молюсь Господь Чтобы Ты Дал Нам Это Чтобы Мы Не Ленились Но Мы Не Бежали Как Ненормальный Возвращаемся Возвращаемся Станки Тебя А Заднее В море Западное Это Мертвое Море Чтобы Было Задилистей И Пойдет От него Зловоние Это Плохо Как На море Поедем Если Будет Там Вонять И Поднимется От него Смрад Так Как Он Много Наделал Зла Не Бойся Земля Радуйся И Веселись Ибо Господь Велик Чтобы Совершить Это Не Бойтесь Животные Ибо Пастбище Пустыни Произрастят Траву Дерево Принесет Плод Свой И Смоковница И виноградная Лоза Окажут Свою Силу Только Что В Михее Мы читали Подобные Слова А Вы Чадо Сиона Радуйтесь И Веселитесь О Господе Боге Вашем Ибо Он Даст Вам Дождь В меру И Будет Посылать Вам Дождь Ранний Дождь Поздний Как Прежде И Напомнится Гумно Хлебом И Переполнится Подточили Виноградным Соком И Елеем И Воздам Вам За те Годы Которые Пожирали Саранча Черви Жуки Гусеницы Великое Войско Мое Которое Посылал Я На Вас И До Сытости Будете Есть И Насыщаться И Славить Имя Господа Бога Вашего Который Дивно Садил С Вами И Посрамится Народ Мой Вовеки И Узнайте Что Я Посреди Израиля Я Господь Бог Ваш И Нет Другого И Мой Народ Не Посрамится Навеки Это Обещание На Суккот Это Обещание Которое Можно Сравнить С Откровением 31 21 Когда Мы Там Ничего Не Понимаем Но Вера Мы Принимаем Этот Небесный Иерусалим Который Спускается На Землю Наши Друзья Хаббатники Которые Пока Не Верят В Ешуа Больше Верят В Равина Шнерсона Но Откровение 21 Понимают Точно Как Мы Что Небо Спустится Небесный Иерусалим И Будет Тикун Улам Исправление Мира И Мы Будем В Божьем Присутствии Поэтому Мы Очень рады Что Они Знают Совершенно То же Что И Мы А Первые Которые Приняли С Небес Имя Мессии Я Продолжаю Читать 28 Стих И Будет После Того И Зальет Духа Моего На Всякую Плоть И Будут Пророчествовать Сыны Ваши Дочери Ваши Старцам Вашим Будут Сниться Сны Юноши Ваши Будут Видеть Видения И Так На Рабы Не На Рабов В те Дни Зальет Духа Моего И Покажу Знамения На Небе На Земле Кровь Огонь И Столбы Дыма Очень Интересно Что Памыхат Петрус Кифа Что Один Раз Петр Кифа Уже Процитировал Эти Места Писания Но Не В Сентябре А На Песах На Май Июни Где-то В Май Июни Когда Дух Святой Злился На Учеников Но Согласно Еврейской Герминевтике Можно Взять Место Писания Если Дух Святой Оказывает Тебе На Него И Процитировать Его Тогда Когда Ты Чувствуешь Но Мне Кажется Что То Что Произошло Тогда И То Что Изменило Лицо Мира Это Совершенно Ничто В сравнении С тем Что Произойдет То Чего Мы Ожидаем Потому Что Вдруг Люди Во Всем Мире Наполнятся Тем Что Называется Знание Господа И Откроют Свои Сердца И Тогда Бог Изменит Все 31-32 Солнце Превратится Во тьму И луна В кровь Прежде Нежели Наступит День Господний Великий И страшный И будет Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Ибо На горе Се Он И в Иерусалиме Будет Спасение Как Сказал Господь И у Остальных Кого Призовет Он Мы Зороким Мешпатин Мы просто Кидаем Какие Там Предложения Мы их Не очень Понимаем Но у нас Есть Ожидание Хорошего И мы Полагаемся На нашего Небесного Отца Мы знаем Что Он Нас Не Оставит И Особенно В это Время Дас Нам Силу И Благословение Скажем Амин Благословение 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 Благословение